МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, мой старый друг, Игорь Угольников. С каких песен? Какой-то удивительный качественный скачок. Непредполагаемый совершенно. И оба-на, и похороны еды. И вообще замечательный, веселый, забавный, смешной человек. Добрый вечер, когда-то в 97-м году. Прекрасный, кстати, добрый вечер. Вдруг батальон, вдруг Брестская крепость. А теперь революция Ленин, гражданская война. Во-первых, с чего Брестская крепость? Ну, здесь все просто. Даже когда я занимался легким жанром, скажем так, эта у меня книжка давно потрясла. Брестская крепость. Я был уверен, что я никогда не буду этим заниматься. Но она меня потрясла тем, что там люди выбор свой делали. Она меня потрясла тем, что люди в ситуации, в которой невозможно ничто выбрать, поскольку фронт ушел далеко, тебя бросили, ты никому не нужен. У тебя в подвале погибают же женщины и дети, твоя семья. Твое сопротивление не нужно точно. Но почему-то кто-то сдается в плен, кто-то для того, чтобы прекратить свои страдания, поставит в полный рост и принимает поле в грудь, а кто-то остается до конца. Если он к тебе был лет, когда ты книжка... 12-13, что ли. Для меня это было потрясение. Даже в школе пытался сделать какие-то сцены из Брестской крепости, такие театральные зарисовки. Но поскольку тогда меня тоже воспринимали как абсолютного клоуна, и рассмешить меня было много проще любого человека, чем создать нечто серьезное. И тогда меня это потрясло. Так вот, эти люди, оставшись до конца, приблизили 9 мая 1945 года. Потому что дивизия фон Шлипера почему-то там стала, почему-то. И оказывается, человек, принимая решение в самую страшную минуту, принимая вот такое решение, поворачивает историю. Вот об этом хотелось сделать кино, и нам удалось это сделать. И, кстати, знаешь, я выходил в Вашингтоне, когда показывал недавно батальон студентам исторического факультета, профессуре и даже выпускникам военной академии американской. Я сказал, что перед вами счастливый человек, который за несколько лет смог снять две большие картины, о Первой и Второй мировой войне, войнах, в которых мы с вами были когда-то союзниками. И, я уверен, союзниками останемся навсегда. Я думаю, что будет тишина в зале, а был гром аплодисмент. Это восприятие того, что мы сделали, я и моя команда, мои режиссеры, операторы, и самое главное, того посыла, который был у нас всех, сделать кино не с холодным носом. А что, как вдруг, ну хорошо, идея, идея, с 12 лет грелась, грелась, бурлила, бурлила, и, наконец, наступил момент, когда ты решил делать фильм. Все просто. Как всегда бывает в жизни, все просто. Я был экспертом счетной палаты, делал фитиль. Если ты помнишь, 4 года восстановив журнал фитиль, председателем редакционного совета у меня были сопредседатели Михалков Сергей Владимирович и Сергей Владимирович Степашин. Я был экспертом счетной палаты по вопросам телевидения и кино. И он мне тогда, 10 лет назад, кстати, сказал, что там есть такая организация союзная, российско-белорусская. Что-то не могу понять. Там пруд деньги, ничего не делают. Ну-ка разберись. Я разобрался, мы летим с ним из Минска. Он говорит, ну что там? Я говорю, вы были правы. Там пруд деньги, ничего не делают. Он говорит, ну вот, и будешь председателем этой организации. Я говорю, как? Я не хочу быть чиновником. Зачем это? Ну и он тогда меня поймал. Он говорит, ну ты же хотел мне, рассказывал, как ты хотел сделать фильм о защитниках Брестской крепости. Ты хотел сделать общественное российское телевидение. Это Сережа тебе сказал? Да, Сергей Владимирович. Ты же хотел сделать общественное российское телевидение, и у вас тогда не получилось. Влада убили. Ну вот, попробуй сделать на этой площадке. Деньги мы тебе попросим, найдут тебе деньги под фильм, под хороший. И под телеканал попробуем. И в результате действительно в один, в час я был назначен, он позвонил и Лукашенко, и Путину, и меня назначили. И вот за 10 лет есть канал, снят фильм Брестская крепость, батальон я уже сам делал, без союзного бюджета. И вот тогда вот он повернул мою жизнь, Сергею Владимировичу Степашину. Я ему благодарен за это. А это правда, что президент курировал фильм? Обе, обе картины. Он не курировал, скажем так, принимал, поскольку это государственная картина, и Брестскую крепость президент смотрел вместе с нашим премьер-министром вдвоем тогда. И батальон, мы сдавали картину с Бондарчуком, ему под Москвой 24 февраля 15-го года. А почему, тогда объясни мне, Брестская крепость, я понимаю, а почему вдруг возникла тема Первой войны? Ну, она возникла к 14-му году, тогда, закончив Брестскую крепость, мы начали изучать вообще историю Второй мировой войны, и для нас стало понятно, для меня... Мы это кто? Я и моя креативная авторская группа, скажем так. И начали смотреть, и понятно было, что Вторая мировая война это незаконченная Первая. И понятно, к столетию Первой мировой войны, войны, кстати, которая у нас в стране является забытой, забытой намеренно. И тогда президент нашей страны высказал свое мнение по поводу Первой мировой войны к 14-му году, сказав, что большевики... Это его слова. Большевики, подписав мирный договор с Германией, совершили акт национального предательства, мы проиграли проигравшей стране. Это цитата. И тогда, когда Российская война, историческое общество готовилось к этой дате, членом президиума, которого я являюсь, мы вышли с предложением создать серьезный фильм о Первой мировой войне. Несколько было идей, и Брусиловский прорыв, но, конечно, меня потрясла история женского батальона. Я увидел эту героиню, понял, что это Машка Аронова, точно попадание, ей надо было перейти из этого комедийного качества, любимого нами всеми, а ведь артистка серьезная, большая. Великая, замечательная. Вот, и мы написали первый вариант сценария, удивительным образом он был принят, и картина была поддержана, и поддержана многими людьми, которым не надо было ничего объяснять. Кстати, и не надо было ничего объяснять, им же и про Брестскую крепость. Картина поддержала министр обороны, серьезно, внимательно к ней отнесся. Коммерческие структуры большие, к которым я пришел, конечно же, Министерство культуры, фонд кино. Здесь у нас была абсолютно открытая дорога, но надо было уложиться в сроки, в деньги, которые у нас были. Ну, я думаю, что картина проникновенная, и видел, как ее смотрят в разных странах мира, даже не понимая того, что у нас происходило. Слушай, назывался же раньше «Батальон смерти». «Женский батальон смерти». Почему? Ну, в результате прокатчики и Костя, для нас с тобой он Костя, для всех Константин Львович тоже сопродился проект и сказал, давай убирай слово смерти. Ну, и мы позаветовались и все-таки решили, что слово смерти с названием его берем. И в полной версии фильм назывался «Женский батальон», а я имею в виду в телевизионной версии, а в кино версии просто «Батальон». А девчонки знали, что им придется стричься наголо? Удивительным образом никого не пришлось уговаривать. Одна актриса только отказалась из-за этого сниматься. Это было условие, кстати, не только для актрис, но и девочек из массовки, эпизодницы, каскадерши. Все побрились на лысо. Этот момент был самый трогательный. Конечно, когда оказывается женщина стричь на лысо, и они сами проводят рукой по бритой голове, они становятся беззащитными детьми. Такими мышатыми. И слезы, конечно, у них брызгут из глаз, и их очень жалко. Они прижимаются, потому что они чувствуют себя совершенно беззащитными. Но это было условие. Так же, как было условие обязательно снимать это в том месте, где это было. Брестскую крепость мы снимали в самой Брестской крепости. А женский батальон именно в Михайловском замке в Санкт-Петербурге, где и дислоцировался собственно батальон. И место очень воздействует на актеров и на всех, кто снимает кино. А уж про Брестскую крепость не приходится. Ну, Аронова, я понимаю, это сразу перед глазами образ. А как ты Кожевникову разглядел? Вот это мне совершенно непонятно. Тоже кума моя, поскольку я крестный отец ее сына. Ах, ты крестный? Мы встали в съемки из-за Кожевника. Три месяца ждали, когда она отродится. Она мне сообщила о том, что она беременная за неделю до начала съемок. Нам пришлось перекроить и сценарий, и съемки, и все. Но я был непреклонен. Режиссер мой кричал, нафиг, не буду снимать беременную артистку, ждать ничего не будем. Меняю ее. Я говорю, нет, Маша Кожевникова должна тоже перейти в иное человеческое актерское качество. И она сыграла очень серьезно и достойно. Вообще, я считаю, что когда ты поворачиваешь судьбу свою и своих актеров, ты все-таки совершаешь еще тоже очень важный шаг. Так же, как Паша Деревянко снялся в роли комиссара Фомина. О, был скандал. Не может Павел Деревянко после фильма Гитлер, Капут и прочее сниматься в такой серьезной роли действительно героя Советского Союза комиссара Фомина. И мы не дали героя. К сожалению, он был посмертно орденом Ленина награжден, поскольку его расстреляли в бессознательном состоянии. Это конфликт между кем и кем? Между тобой и режиссером? Между мной, продюсерами, прокатчиками, режиссером. Нет, мы с режиссером здесь были солидарны. Но прокатчики говорили, это нельзя. Ты убьешь себе прокат. А Павел снялся в картине идеальной, трижды пробовался все лучше и лучше и лучше. И сыграл фантастически. У тебя в семье военные были когда-нибудь? Оба деда. Воевали? Да, папа военный инженер. Мой дед погиб на войне. Мамин папа, мой дедушка, погиб в народном ополчении под Москвой. Второй прошел всю войну в авиаполку, был инженером по вооружению, комиссован и потом после войны служил в ГВФ в Риге, дожил до 80-го года. Слава Богу, не увидел перестройку, а то была бы Макрота. То же самое. Я про своего думаю абсолютно. Поэтому, говоря про прадеда, который погиб в 18-м году на завершение Первой мировой войны переходе на гражданскую, погиб на Мудике, будучи расстрелян англичанами. То есть, все мужчины практически по папиной вышли не точно, все были офицерами военной. Батальон, во всяком телевизионной, как мне известно, 29 премий получил. 46. Уже 46? Даже получил африканского Оскара. Есть африканский Оскар, называется этот самый «Платиновый лев». Восьмикилограммовая фигурка, кстати, отлитая там же, где и отливаются Оскары. Лучший фильм мира, лучший фильм Брикс, лучшая актриса и лучший звук. Это мы получили только в одном ЮАР. А так в Индии пять призов, в Америке пять. Только в Америке пять разных призов или призов, как правило, наград. Кстати, по поводу Америки, вот говорили, что сейчас не будет восприниматься российское кино за рубежом в связи с санкциями, в связи с этим антироссийскими всеми деяниями наших западных партнеров, как называется, сейчас. Так вот, оказывается, американцы смотрели с воодушевлением и даже некоторые говорили о том, что если ты подал бы сейчас на Оскар, ты бы точно его взял бы, потому что и женская тема на войне, это очень важно и прочее, прочее. Если бы не считается в нашем деле, но то, что картины восприняты именно так, для меня очень радостно. Любой зритель, который не понимает, почему женщине надо было идти на войну, что происходило в России на рубеже 17-18 года, в прошлом веке, почему это произошло, просто смотрят фильм и сопереживают. Для меня в кино это самое главное. Ты для меня вообще, говоря, никогда не был актером. Ну, здрасте. Нет, я тебе... Можно выйти здесь? Нет, я тебе скажу, ты для меня всегда... Я так с самого начала тебя и принял. Режиссер, это все равно организатор, по сегодняшнему нам продюсер называется. Но с самого начала, когда я тебя увидел... А ты когда меня увидел? Долбаны. В театре... В доме актера? В доме актера? На капустнике? Ну, конечно. Причем, для меня понятие клоун это высший пилотаж. Это что-то невообразимое. Да, это очень трудно долезть. Это хождение по проволоке, чтобы не завалиться в пошлость и абсолютно точно понимать, на какой грани ты работаешь. Но когда ты начинаешь делать серьезные дела, там, руководить телеканалом, снимать серьезные фильмы, вот это вот слово клоун, которое к тебе прикрепляют, которое тебе не забыли, мешает как раз процессу. И, кстати, вот когда Брестскую крепость я снимал, были письма, серьезные письма на самый самый верх. Как это так? Вы этому клоуну телевизионному доверили снимать такую важную тему, как фильм о защитниках Брестской крепости? Куда, простите, это письма? Написали прямо вот туда-туда. Самому? Туда-туда написали. Тогда у него было дел поменьше, он прочитал, улыбнулся, говорит, ну ладно, доверим. А он читает подобные роды? Я шучу, конечно, он не читает, но во всяком случае, когда мы показывали ему фильм и Брестская крепость, и батальон, он забыл о том, что я был когда-то телевизионным клоуном. Хотя у меня все равно это внутри еще существует и тяга, и желание работать на сцене, Да ладно, мы замечательно веселые люди, чего скрывать-то? Ну это мы люди с тобой в жизни, а в работе иногда бывает это не нужно. А ты на работе не улыбаешься? Я все время улыбаюсь. У меня такая работа, что хочется все время улыбнуться. Я еще тогда, давным-давно, когда увидел похороны еды, во мне две вещи взыграли. Первое, не сошел ли ты с ума, и второе, как тебе удалось это организовать по улице Горького? Вот это я совершенно не представлялся, ничего подобного я бы сделать не смог. Первый мой съемочный день вообще на телевидении был самостоятельный, но до этого было Андрюша Кнышев с веселыми ребятами, шире круг, чего только не было. Но вот серьезная работа... Это было, кстати, я тебе расскажу, в том самом доме актера. В один день Влад Листьев подошел ко мне и предложил вести будущую программу «Поле чудес», которую он только начинал. Да-да-да. И в этот же день Анатолий Игоревич Малкин из авторского телевидения предложил мне с Лешкой Кортневым и Пельшом и с моими, значит, друзьями, актерами и с Женькой Дворжецким, всем, кто участвовал в капустниках, делать телевизионные капустники для авторского телевидения. И тогда, в общем, я сказал, вот у меня есть идея, но вы вряд ли сможете это сделать. Он говорит, а мы попробуем. Какая? Я говорю, вот похороны еды. Тогда, как ты помнишь, хоронили партийных руководителей по телевизору все время это показывали. Показывали перед этим все время Лебединое озеро. Проснулся Лебединое озеро. Понимаешь? Радио можно не слушать. Вот. И не было продуктов. Я говорю, вот если пустить машины с продуктами и голосом Кириллова, так же, как хоронят всех, вот так их похоронить. Он говорит, а мы сделаем. И действительно перекрыли улицу Горького. Вот это я не понимаю. Вот это я не понимаю. Единственное, что финал этого эпизода нам не дали снять. Это теперь уже можно об этом сказать, потому что финал мной был придуман, что машины с хлебом и продуктами все-таки выезжают на Красную площадь в траурных лентах. К стене? Да, к стене. Нет. Именно к мавзолею открывается хлеб, и пустые поддоны бросаются к мавзолею, как некогда поверженные, знамя поверженного противника. Мне, конечно, этого не дали сделать, и, может быть, и слава богу. Достаточно было и того, что было сделано. Вот так. За глаза. Если бы я снимал сейчас программу «Обана», она, конечно, была бы иной. Какой? Ну, она была бы, конечно, более злой. У меня до сих пор сохраняется такая тяга и желание по утрам что-то все-таки придумывать, и компьютер набит всякой ерундой, с которой можно было бы сделать и сюжет для «Обана». Но занят я совершенно иными делами, как ты знаешь, и они мне более интересны. Хотя, если сделать какую-то сейчас комедию или сатирическую программу, я, как говорится, тряхнул бы стариной и позвал бы, кстати, в программу всех, кого я люблю и знаю, кто уж точно знает и умеет в этом жанре работать. Вот почему бы нет. Но это все-таки должно быть... Это юмор уже нас с тобой, седых людей. Хотя, в общем, еще далеко не старых и способных что-либо делать в комедии или на телевидении. Что вообще происходит с юмором? Я в растерянности. Я понимаю, что существует комедий-клаб, существует какой-то стендап-шоу, существует Женечка Петросян, но... Некоторые программы я смотрю, открыв глаза и говорю, не может быть. Не верю. Не буду переключать, посмотрю еще. А даже так говорю себе, ну, интересно. И чем же вы это все закончите? А, ну, ну, как. Интересно. Ну, я улыбаюсь, смотрю. Ну, некоторые программы мне нравятся. И некоторые скетчи того же комедий-клаба хорошо сделаны, с большим юмором и с тактом, что немаловажно. А некоторые вещи я не смотрю. Но это рынок. Есть спрос на это, я так понимаю. Большой достаточно. Ну, согласись, некоторые шутки, которые с экрана идут. Мы себе не позволяли за столом-то когда-то. И сейчас не позволили, можете мы уже. Юмор ниже пояса, а как раз его больше, потому что никто ни о чем не хочет задумываться. Тут самый прямой путь к кошельку и вниманию зрителя. знаешь, как раньше говорили, большая беда нужна для того, чтобы все люди одумались. Ну, не дай бог, лучше уж так будем жить без больших бед. А тогда скажи мне, с каких вдруг песен из такого смеха сквозь слезы, что всегда был, его Боня, кстати, тоже. Ты был очень очень грустный клоун. И врач ты был грустный, потому что мне тебя было всегда жалко. Серьезно. Улыбка со слезами на глазах. Да. Это нас с тобой жанр. Это правда. Это такое, это самое интересное, что хотелось бы делать. И, кстати, сейчас написан сценарий комедии многосерийной. Сейчас доделаю его. Там будет и, кстати, роль тоже для тебя. Улыбка со слезами на глазах. Был великий фитиль. И я точно знаю, что люди, которые работали в фитиле, имея эту корочку... Да. Могли открывать любые двери. А при этом падали в обморок больше, чем корка комитета госбезопасности или МВД. Потому что огласка. Конечно. Сейчас огласка никому не интересна. Ну, когда тебе... У нас столько таких... У нас такая огласка, у нас полковник Захарченко, такая огласка, и все, и что теперь? И что? Как сейчас меряют бюджет области. 20 полковников. 30 полковников. Я 4 года занимался тележурналом «Фитиль». Восстановил все выпуски, старые выпуски киножурнала «Фитиль». А цифровал. Там снимались великие. Много. Ну, и у нас все-таки на ту пору снимались великие. Но 4 года еженедельно делать сатирическую программу, я могу честно сказать, я сдохнулся. Ты сам его закрыл, или его закрыли? Ну, мы закрыли, уже все вместе посоветовались руководством российского телеканала с Михалковым, и решили все-таки приостановить эту историю, потому что она начала задыхаться. Надо было какой-то новый качественный скачок в программе. Сделать из этого, может быть, шоу, или каким-то образом формат развернуть. Но форматы же не живут недолго. Есть один только формат, который будет жить долго, это «Пуле чудес». И это правильно. И это верно. Абсолютно народная программа. Кстати, вот тогда начиналось, если ты помнишь нашу спору, как играть в черный ящик. Должен ты знать, что там находится внутри, или не должен? И так далее. Сначала... Я вообще вспоминаю те времена с Владом, что это было бы... Мы жили бы все по-другому. И страна была, наверное, иной, если бы его не убили, если бы не эти две пули, выпущенные из него, в него, в этом подъезде. Для меня это было перечеркивание надежд. Для меня это был выстрел в меня. Все, дальше не будет никакого телевидения, дальше ничего не будет. Потому что все, над что я надеялся, к чему стремился, все было разрушено в единый миг. Ну, я вспоминаю телевидение той поры, с теплотой. И какая-то была внутренняя цензура. Что можно делать, а что недостойно. Да, что необходимо сделать для того, чтобы зрительский интерес повысить, а что нельзя делать. И жуткое удовольствие от работы. И жуткое удовольствие от работы. Я помню эту нашу вахту ежедневную, когда убили Влада, и мы все вместе вели час-пик каждый по программе. Я помню, и это время, это удивительное время. Звенящее просто время. И новые проекты, которые рождались, а в результате все же одно из другого выходило, одно из другого. И сейчас Comedy Club, это мои ребята, которые у меня были спичрайтерами в 97-м году. И такие теперь стали большие, знаменитые. Паша Воли, Гарик Мартиросян, Артур Джанибекян и многие другие. Слава Муругов. Да? Ну, конечно. Спасибо. Мы с тобой столько знакомы, столько переговорили, что мы с тобой будем час сидеть, молчать. Это будет вполне здорово. Сейчас мы начнем. Совершенно уникальный эфир людей, которые давно друг друга знают, которые уже все переговорили, и час молчат. Выразительно, с крупными планами, с наездами на глаза, с музыкальными фонами какими-то там, которые звучат. Очень хорошая вещь может получиться. Кстати, если ты наполненно смотреть друг на друга, получится уникальный эфир. Причем, да. Не-не-не, ты ошибаешься. Тогда было, а сейчас совсем по-другому. А я-то... А ты тогда, да. Что ты подумаешь, то... Никто не поверит. Вот и все. Ну-ка, первая роль в кино? Мне приписывают роль в «Джентльменах удачи». Вот. Я этого не помню. Я прочел об этом, страшно удивился, потому что я не помню. кто запустил эту утку. Я себя в детском саду мало помню, а, может, тем более Леонова не помню. Но мне приписывают. Да, что именно... Потому что это утка, я тебя моляю. Да? Не правда. Не правда. Если сравнить, в каком году вышел фильм и сколько было тогда лет. Хорошо, но ты... Все-таки карьерный рост кино у тебя был. Ты сначала кого-то провинциала сыграл, а потом... Еще на студенческой скамье, да, в ГИТИСе еще. А потом Аша Горбачева. Ну, Аша Горбачева это недавно. Да. От провинциала до Горбачева. Жутко смешно. Видеть своего близкого приятеля в роли Горбачева. Я никак абстрагироваться не мог, хотя работа лихая. Но там, видишь, Снежкин мне поставил задачу, ни в коем случае не пародируй. Ничего не было. Это его... То, что он говорил, вот так вот, это не надо. Он говорит, ни в коем случае не делай этого. Надо сыграть суть этого человека в то время, в которое мы сейчас... Нет, ты прошел по лезвию ножа. Нигде ни капли даже намека на пародию, даже намека на карикатуру нет вообще. Ну, это вообще для меня было важно и сейчас будет важно в следующих ролях не играть самого себя, а играть все-таки образ. Сейчас в Тонком льде то же самое было. Все-таки сыграть человека другого, нежели это я. И Горбачев это было очень серьезной роль и большое испытание. Знаешь, в пять утра садиться и клеить лысину это было сложно. А какая роль из тех, которые ты сработал в кино? Тебе самому кажется сделанной сто процентов. Ее еще нет. А Ширли-Мырли? Хорошая штука? Отрывная история. Ну, конечно. Отрывная. Владимир Валентинович Манишов меня пригласил на эту роль, не зная, что у меня большая уже к этому времени телевизионная деятельность. Потом мне признался, если бы я знал, что ты так на телевидении, я тебя никогда бы не позвал. И прислали мне сценарий, потом мне перезвонили. Я прочитал гомерический сценарий. Говорит, ну, пробы-то не нужны вам, но вы согласны играть? Я говорю, естественно, со великой радостью. Позвонил мне Полищук, тоже почитал. Он говорит, слушай, это смешно. Джигарханян, гуру. Мы с ним руководили по телефону. Мне кажется, это очень смешно. Мы должны с тобой это сделать, Игоряш. Я думаю, ну, вообще. И вдруг звонок, надо все-таки приехать на пробу. Я говорю, как меня утвердили без проб? Ну, Владимир Владимирович просит на пробу. Ну, давайте приеду. Прислали мне сцену с милиционером. Я был уверен, что меня на главную роль утвердили. Я приезжаю, москвильм, висит костюм милиционера. Я говорю, вы не перепутали, может, другая гримерка мне? Говорит, нет, нет, это ваш костюм. Как? Секундочку. Что это такое происходит? Говорит, нет, ну, мы же вас утвердили. На какую роль? На Пескунова. Ну, отказываются, что ли? Слушайте, сейчас Владимир Владимирович придет, там есть актер Гаркалин, наверное, вы знаете, вы поимпровизируете с ним, ну, в любом случае, поможете нам? Я говорю, да ну, давайте. И мы с Гаркалином как с утра начали импровизировать, так часов до шести, до семи и наимпровизировались. Я влюбился в Валеру как актера, и, конечно, все съемки дальше этой картины была, такая радость была, огромная. У нас фильм тогда, тогда же было жуткое время, кино-то у нас, в общем, немного снималось, и позволяли себе снимать много больше, что потом Владимир Владимирович Меншов убрал из картины и даже смыл, потому что этого нет ни на кема пленки, ни на битаками. Я говорю, зачем вы это сделали? Он говорит, я тебя знаю, ты бы всеми неправдами эти эпизоды достал и показал на телевидении. Я говорю, безусловно, я так бы поступил, потому что нам позволял с Гаркалином импровизировать, вот как хотели. Вот что хотели, то творили. И в этом смысле картина обаятельная. Но я помню премьеру, когда в Доме кино мы сидели и тряслись, как там воспринимается. Кто-то смеялся, кто-то нет, и все вышли тогда, помнится, из Дома кино с таким странным ощущением. А одна моя подруга, не буду называть фамилию, прошла меня так гордо, актрису. Зачем тебе надо было сниматься в этом? И прошла. Потом, через много лет, она мне сказала, я была не права, а я теперь знаю эту картину наизусть. Это мое любимое кино. Я тебе могу рассказать, вот я все эпизоды. И так сначала воспринята была эта картина. С Мишовым легко работает? Очень легко. Он сам актер, ну, это природа его. Но меня жена орала потом, когда увидел эпизод с трамваем, где я висел вниз головой. Я тебя не пущу, больше никогда никаких трюков ты не будешь делать. Все. Никогда. Там вылезал на машину, на скорость. Я всегда думал, что ТРО это ОРТ наоборот. Так и задумывал. Серьезно? Вот это. Телерадиовещательная организация союзного государства сокращенно ТРО союза. Если буквки повернуть, получится ОРТ. Замечательно. Ты в это влез как-то, я знаю, довольно глубоко. Что это вообще я никогда не мог понять, Саша, какое союзное государство? Российско-белорусское союзное государство. Нет, это я понимаю, но что-то, какое-то оно странное. Оно не странное, оно очень важное. Вот чтобы у нас Майданов не было, вот для этого существует союзное государство. Единые таможны, единые границы. Нет, мне вообще нравится, я недавно был в Белоруссии, в собственной, кстати, деревне. Да. Да? Якубовичей. Да, деревня Якубовичей. Да, да. Их там три. Да. Одна на границе с Литвой, одна в другой стороне, и с третьей сделали какой-то коттеджный поселок, и теперь она уже и не деревня вовсе. Безумно мне нравится и чистота, и люди, и все, и драники. Десять лет я там работаю, в Минске, и у меня много очень друзей, и вижу, как, во-первых, профессиональный уровень людей, занимающихся телевидением и кино, там растет. А самое главное, благожелательность, та, которой здесь нет. И она там, ее можно получать сполна, вот ложками есть это. Тогда объясни мне, самое трудное, и я это знаю по себе, совмещать актера, режиссера, продюсера, все в одном лице, это можно разорваться на куски. Когда-то, очень давно, в 1984 году, мой мастер, Петр Науч Фоменко, видя, как меня бросает в разные жанры, чего мне хочется делать, сказал, готовя свою всесторонность, ты готовишь себе свою будущую ненужность. Я говорю, это что значит? Ну, сам понимаешь. Он говорит, ты должен заниматься только одним, и тогда ты добьешься максимальной жизни. Я говорю, я не могу так, мне все интересно, мне много чего надо, и я многое уже умею. Ну, вот, помяни мое слово. И потом, через много-много-много лет, он мне сказал, я вижу, что тебя было тогда не исправить. Но он тогда мне давал задания немыслимые. И, кстати, по роли меня, комедийного актера, поставить в Борисе Гнове в монолог Афанасия Пушкина, мне сказал, если ты, собака, хоть чуть-чуть бровкой двинешь, или чуть-чуть двинешься, я тебя выгоняю из института перед дипломом. Только мысль Пушкина, только мысль Пушкина. И чуть на преодоление, это уже был мой выпуск уже. Это было преодоление себя прежде всего. Так вот, если говорить о том, что тебе в жизни интересно, как можно совмещать, меня когда пытаются объявить где-нибудь, все начинают путаться. А вот мы вам представляем, актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий. Я говорю, все, остановитесь, хватит уже, что-нибудь выберите одно. Так вы сами выберите. Мне интересно многое, поэтому хочется вот этот период отрезок времени от рождения до смерти, максимально заполнить тем, чего другие, например, не могут сделать. А ты можешь себя переделать, сделать то, чего ты сам от себя не ждешь. Это же интересно. Мне так интересно жить. Старик, нам не 17 лет. Как? Можно сорваться. Нам не 17? Нет. И даже не 18. Может быть. Может быть. Точно. Только же вчера 16 празднули. Ты же помнишь. Конечно. Конечно. Да, я это понимаю. Да, я понимаю, что возраст берет свое. Для молодежи мы с тобой вряд ли будем интересны. Только если мы с тобой сделаем какую-то удивительную татуировку и на роликах будем скакать. А так мы, умные, седые люди, можем быть им неинтересны. Мы же касаемся с тобой жанра юмора. Может быть. Понимаешь, это, ну, как сказать. Мы сейчас так выглядим такие, знаешь, глюзящие такие. Уже прошло наше время, ну, надо же что-то сделать. Я как раз наоборот. Я как раз наоборот. Я с криком давай-давай. Давай подумаем. Давай какую-нибудь новогоднюю сделаем. С удовольствием. Что-то для зрителей, которые способны воспринимать наш юмор. Да, именно новогоднюю. Вот под Новый год, вот именно под Новый год. Я знаю, о чем сделаем. Я знаю, о чем делаем. Все, заявка принята. Слушай, вот мы с тобой оба работаем на телевидении. Я не могу ответить, наоборот, каким будет телевидение через 10 лет. Я могу тебе ответить, его не будет. Браво. На этом, на этой, в общем, хорошей, оптимистичной ноте можно было бы и закончить нашу программу. Итак, дорогие друзья, телевидение через 10 лет не будет. Важно, чтобы мы с вами были через 10 лет. Неплохо. А что будет? Чего-то такое совсем удивительное, я думаю. Конечно, телевидение с интернетом срастится, совсем. Но будет борьба контента. Что можно будет сделать интересным для того, чтобы человек захотел это посмотреть? Борьба за зрителя, за зрителя, слушателя превратиться в войну. Как добиться нашего с тобой зрительского внимания? Здесь будут изощряться все неистово. Ну, 10 лет, что-то короткий срок. А потом мы сами сможем, зрители, создавать свой контент. Это будет технически, технологически, я думаю, что крайне просто. Сделать свой фильм. Вот взять живущего или неживущего артиста, соединить сюжет и выстроить свою картину. В этом кто-то пытался сделать что-то на американском кино. Что-то такое компьютерного возродить тех, кто уже ушел давно. С компьютерными играми, кино, телевидение, интернет, все это совместится. Да. Хотя я не убежден, во всяком случае, в нашей стране или, например, в Африке, извини за сравнение, для того, чтобы это было такое контрдействие, надо, чтобы хотя бы у всех были компьютеры. Я думаю, что они будут у всех в том время. Через 10 лет? Да. Мы когда в Китае были, забавно, как министр кинематографии Китая говорит, у нас есть сейчас очень важная задача в Китае, национальная. Ну, в больших городах, конечно, имеют возможность люди посмотреть кино, есть телевизоры, но как добиться к сельскому зрителю, у которого подчас и нет возможности посмотреть кино? Да. Я говорю, а сколько вот вы считаете? Ну, нам нужно обеспечить кинопродукцией 300 миллионов человек. Сколько? Да, у нас вот не имеет возможности 300 миллионов человек посмотреть ничего. Ну, вот как интересно живут люди. А у нас 140 миллионов имеют возможность посмотреть, а вот качество этой продукции, которую мы должны им с тобой предоставить, подчас оставлять желать лучшего. Фоменко, наверное, тебе не говорил, а может, ты говорил, ты вообще гениальный клоун. Просто гениальный. я с этого начал сегодня. Возможно, начал, я не собираюсь этим заканчивать, просто гениальный. Все, психофизика, мимика, плюс потрясающее обаяние, которое тебе Бог дал, этому научить нельзя. Мне очень жалко, что до сих пор нет роли. Ты понимаешь, я тебе скажу, ты кто? Ты дифунес. Мне говорили когда-то. Серьезно? Ну, что, сравнивали по психофизике такой, да, ну, во всяком случае, по желанию что-то делать. Конечно. Я тебе благодарен, Леня, за то, что ты сегодня пришел ко мне в студию, поговорил так откровенно, задал интересные вопросы. Это было непросто. Если бы не ты, я не пришел. Серьезно, если бы ты меня не позвал, я бы и не пришел. С тобой приятно разговаривать. Мы можем не видеться годами, мы можем не звонить неделями. Мы встретились, как будто вчера расстались и продолжаем разговор. Хотя для любого другого человека это, конечно, сумасшествие. Начинать не со слова здрасте, а начинать со... Кстати, ты был прав. Разговор, который закончился 10 лет тому назад. Со мной уже попрощались, как вы понимаете. Могу только сказать, что сегодня в гостях у Игоря Угольникова был Леонид Якубович. Всего доброго. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok